Девушки отдыхают... Которую я на самом деле не играла месяц. Серьезно, без пяти дней месяц. И с ума сойти, как это время быстро пролетело. Не получается у меня что-то как-то не делать этих перерывов. Потому что то ленюсь, то еще что-нибудь. Вроде как играть хочется, но в то же время что-то постоянно отвлекает. К тому же вот Корсары нужно было завершать. Но вот они закончились. И в общем-то можно полностью сконцентрироваться на данной игрушке. И уже за поймой пройти. И пересмотрела окончание предыдущей серии. Вспомнила, что нам надо делать. И предлагаю сейчас, прежде чем идти в Марлин, сперва все-таки посетить Круга Леси. Потому что мы банально ближе. Вот. Почему бы и нет. Надо хоть потренироваться на этих собачках. Вспомнить еще, как драться. Сейчас я пока кнопочкой понажимаю, а другой рукой в телефоне положусь. Потому что я забыла поставить таймер. Все-таки с ним немножечко удобнее. Иногда я его стараюсь специально не ставить, знаете, чтобы, как сказать, постоянно на него не коситься. Но в этой игре это надо делать, потому что здесь можно так залипнуть. Кажется, что вроде я только сел. О, Господи, как ты вылез. А на деле я уже сидишь час. Это страшная игра. Что-то вы быстро умираете. Как-то слишком. Хорошо. Блин, подстава, конечно, с этим Круга Леси, мы вообще. С этой Алишей. Я прям почувствовала и вспомнила всю ту боль, которую я ощутила еще, когда... Ты иди ты нахрен, а? Черт. По-моему, быстрее будет его убить, чем убегать от него. Очень почувствовала всю ту боль, которую я испытала, когда мне сказали, что я дичь какая-бррррр. Но вот туда, где вы были, и только что... Ну да ладно. Так, здесь травы так цепили, не проросло. А новой. Вроде должна была. Хотя мы, если были-то недавно, что бы тут успело прорасти. Ну да ладно. Будем надеяться, что и сейчас, когда мы придем в Круга Леси, там все будет. Все будет нормально. Кстати, да. И, кстати, да, ребята. Сразу обозначу, если будут вопросы по этому поводу. Я все-таки хочу постараться делать так, чтобы одна серия была не больше 30... 30, там, трех минут. Потому что, на самом деле... Ну, 40 минут это многовато. Потому что, если даже смотреть по среднему просмотру... Ну, время среднего просмотра, да? Точнее, среднее время просмотра. Там где-то 15 минут. Ну, 15 минут, конечно, ролик делать, это смешно. Но 40 минут это многовато. Некоторые смотрят, опа, ролики по утрам, например. Прежде чем пойти там, либо поучиться чему-то в жизни. А либо пойти поработать, чтобы заработать на эту самую жизнь. И, в общем-то, кто-то не успевает смотреть. Для кого-то, в принципе, 40 минут это много. Да, я знаю, что есть люди, которым прям... Чем больше, тем лучше. Но все-таки нужно как-то, мне кажется, золотую середину. И золотой середины придерживаться. Что, если не заговаривать вообще? Я уже забыла, как записываюсь еще, честно говоря. Прохождение чигурить надо, потому что... Ага. Потому что, серьезно, я вот последние недели вообще практически не играла. Единственный вот момент... Слушай, что-то мы, говорят, не туда пришли. Подожди. Мы опять в Элизию пришли. Которую изучили. Подожди, что ты мне там скажешь? Может, я не туда куда-то свернула? Логос, пора искать следующий храм. А может быть, мне сюда как бы и не получится? В принципе, никуда. Подожди, что? Где кнопка карты? Я не помню кнопку карты. Где она находится? Вот она. Так, ну это тупо... Это тупо круглолезь. О, круглолезь. Господи, Элизия. Подожди, а где же нам говорили? Помните про Алишу, то, что нужно пойти? Она там в круглолезь куда-то пошла, свернула, ла-ла-ла. Но здесь как бы, я думала, может, какой-то проход открылся. Но что-то как-то нет, да? Ну ладно. Нам же лучше, будем считать. Все не в счет. Такая вступительная небольшая речь была. Значит, сейчас пойдем за Логосом. Почему бы нет? В любом случае, мы сюда зашли, взяли эти самые сундучки. Тоже не лишним будет. Ой. Честное слово. Вот как первый раз зашла в эту игру, вообще не понимаю, куда идти, что делать. Кто-то скажет, надо было сперва подготовиться. Да я вроде подготовилась. Посмотрела окончание предыдущей серии. Но видите, как оно получилось. Кто ж знал. Ну да ладно. О, слушай, давай сократим путь. Без три перемещений. Это не то, это же. Вот. Девятьсот рублей за перемещение. С ума сошли. Так. Вот он вход. Пойдемте через Южный, наверное. Чтоб не оббегать лишний раз. Чтоб уже сразу зайти и все. Где этот придурочный? Вон он. А-а-а, лаги, снова. За что? Здрасте. Эй. Ну как мне бесит эти моменты. Этот шельмец Логос получил контракт на восстановление моста Грифлет. А ведь когда-то он всего лишь продавал радужные сферы. Можно сказать, простой торговец камушками. Моему источнику известно не слишком много, но похоже, это непосредственный приказ канцлера Барлоу. Интуиция торговца подсказывает мне, что за всем этим кроется нечто большее, чем он хочет показать. Это замечательно. Пойдемте говорить дальше. Чтоб уже пробираемся, продираемся сквозь лаги. Так, господи, я туда иду. Где эти, кстати, синюшные? А, прям даже вот так, смотри-ка. Ну ладно. Желательно, конечно, что вот этот DLC про Алишу, оно после игры, а не во время. С другой стороны, может оно и к лучшему, мы хоть узнаем, что было после финальной битвы. Тоже хорошо, наверное. Все-таки, когда DLC во время, это, конечно, тоже налагает определенные рунсы. О, трава, 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 трава. Так, стоит кто-то. Ну-ка. Да ты логос? Вряд ли. Эй, хочешь узнать о шпионе, который передает информацию Роландсу? Если ты окажешь мне услугу, то, возможно, я завоюешь мое доверие. Что скажешь? Ну ладно. Тебе это устраивает? Тогда принеси мне перья и павлины. Они обитают в буром лесу. Это просто пири, но теперь, когда армия перекрыла впадину Глайвент, их будет сложно найти. Тебе удалось проскользнуть мимо охраны в обоих армиях? Такое не каждому под силу. Хорошо, ты заслужил мое доверие. А, это. Мы, видимо, это уже сделали. Тебе нужна была информация о шпионе в империи Роландс, верно? Это, видимо, вот этот... Как сказать? По тайну ход мы открыли, видимо, да? Отправляйся в подземный акведук Виви в Озерном Граде. Там ты найдешь то, что тебе нужно. Поспеши ты, если действительно хочешь узнать правду. Как удачно, что мы набрали этих перьев. То есть, шпион в акведуке Виви? Даже не знаю. Он сказал только, что там кое-что нам по вкусу, чтобы это не значило. Видимо, придется пойти и самим во всем разобраться. Да уж, действительно. Ситуанс. Да, еще так. Мы со всем поговорили? Или еще кто-то остался? Ну, с этим мы разговаривали уже. Ну, ладно, давайте. Не будем задерживаться особо. Ой, не то дела. Так. Озерный Град, Акваполис, Всветилище. Господи, почему все так дорого? За что? Ну, ладно. Зато быстро. Так, ой, что-то я немножко попутала точку. Ну, ладно. В принципе, так даже, наверное, лучше. Что ж там в этом акведуке? Логос? Может, он шпион? Было бы логично. Ага, опять, опять за что? Акведук. Так, подожди. Акведук, он у нас вот там вот, да? В тех воротах. Вот в тех вот, которые там впереди. Вот, черт возьми, каждый раз, когда смотрю на это колесо, честное слово, вспоминается The Last Tremant. Причем, очевидных причин я не могу припомнить. Может, там что-то такое похожее было? Хотя, да, я, кажется, даже догадаю, что. Ну, ладно. Многие, кстати, пишут, что да, да, давай, было с Тременом после данной игры. Может быть, серьезно, прям что-то как-то. Просто когда начинаю думать, что будет что-то такого же стиля, потому что все-таки, ну, нет смысла отрицать, да, что, как бы, мой канал нацелен на JRPG и JRPG-подобные игры. Ну, не то, что прям он посвящен им. Куда я бегу вообще, господи? Ну, как бы, это неотъемлемая часть данного канала, и как-то важно, чтобы такая игра хотя бы одна была, да? Так как-то делается. Так-то делается. Вот, и когда я начинала думать, что же это может быть, только вот такое The Last Tremant как-то идеально будет продолжением данной игры, скажем так. Ну, посмотрим. Опа, Алиша! А, она уже тут. Не с места! Ты арестован за передачу конфиденциальной информации. Похоже, Алиша пришла к тому же самому выводу. Что все это значит? Прошу прощения, это какое-то недоразумение. Я прошу вас уйти отсюда, принцесса. Это... Не пытайся оправдываться. Я нашла в этом доме доказательства твоей связи с Ролансом. Восстановление моста Грифлетт, бланки заказов на военное снаряжение, неразрещенные сделки по... Это всего лишь награды за его поддержку. Поддержку? Логос сыграл важную роль в налаживании связи между Ролансом и Хайландом на неофициальном уровне. В каком это смысле? На первый взгляд, дипломатические отношения между Ролансом и Хайландом разорваны. Должно быть, он какое-то время самостоятельно вел с ними переговоры в тайне ото всех. В таком случае, он не шпион, а посредник. Значит, несмотря на войну, кто-то продолжает что-то делать? Такова политика. В этом главная проблема. Если этот канал будет перекрыт, то обе страны будут сражаться за... ...дополновое взаимное уничтожение. Но мне никогда никто не рассказывал об этом. Конечно, не рассказывай. Не такому человеку, как вы. Надеюсь, вы готовы заплатить за свое неблагоразумие? Так или иначе, нам придется сменить стратегию. Будем ожидать ваших искренних, извини, не позже. Позднее, точнее. Ясно. Бедная Алиша. Так, там сферка. Сферку хочу. Я могу просто спрыгнуть отсюда, нет? Здесь она лишь и там, или уже ушла. Ладно, давайте сферу. Эд. Лайла путешествует с неизвестным юным пастырем. Их крепко связывает доверие. Пастырь похож все-таки на вот этого чувака, который написал писание небесное. Оно, кстати, выше его, смотрите. Вот это да, Лайла. Да вы просто осознаны друг для друга. И какая сила в столь юном возрасте. Да, по сравнению с ним. Тебе есть чему поучиться. Лайла, я бы тоже хотел так путешествовать с тобой. Сарой? Извиняем, Сарой. А? Да. Наше сегодняшнее путешествие ничуть не хуже. Спасибо вам всем. Ну, о. Повышает. Титу. Титу. Вроде ничего не сделали. Так, подожди, а может быть имелось... Имелось это немножко другое? Да нет. Сентиментальная дева. Вот это что-то новенькое. Это повысился, видимо, да? Вот этот. Какой-то. То есть, я так поняла. Я не помню, говорила я это или нет. То есть, изначально титулы красненькие. Потом, когда ты что-то делаешь, или ты какого-то момента доходишь, они становятся... Повышается непосредственно уровень титула. То есть, вторая стадия этого же титула. Он меняет свое название и становится сереньким. А вот в финале, я так понимаю, стадия, это вот золотистый такой. Ай. Вот, видите, у нас у Сарея пока что пастырьская вот эта штука не повысилась. Видимо, я что-то не сделала. Видите, мастерство опять максимальное. А здесь уже будет десятый, по-моему, уровень максимальный. Ну, то есть, второй уровень и так далее. Вот единственный момент, который меня смещает. Вот видите, у него уже золотистый призыватель вихри. У него уже мастерство 12. То есть, там, наверное, может, 15 уровень максимальный. И так далее. Блин, опять дрочиться с этими снаряжениями. Кошмар. Так, ну хорошо, что мы сделали. Подожди, что еще у нас осталось? С Мэйвиндом. Вот, идем. Поймаем его на большом мосту Камелот. Он же заперт, этот мост. Нельзя просто здесь забыть об этих испытаниях. Так, внизу, вот это, 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 можно, конечно, не дать. Вот я, надеюсь, еще раз будет попроще. Конечно, держи камеру шире, тра-та-та. Хм. Так, ну ладно. Дальше-то че? Интересно, а что случилось с Алишей? Давай сходим к ней. Еще раз? Че-то мы кругами ходим, вам так не кажется, господы? Ну пойдемте, сходим, ладно. Всяко будет полезно поговорить уже непосредственно с ней. Это уж сколько вокруг наяриваем. Так толку ей нет никакого. Дустрей, давайте пробивайся. И знаете, как сквозь мед. Ложка. Очень медленно. Но хоть как-то. Небо все-таки тут классное. Хорошо, что мы очистили этот город. С другой стороны, мы не могли бы его не очистить. Как-никак. Обида, конечно, что приходится играть на средних настройках. Именно вот из-за этих багов, лагов, не знаю. Которые вообще непонятно откуда берутся. Потому что, повторюсь, я тестировала на максимальных. Вообще на самых-самых максимальных. Игра идет замечательно. То есть идеально идет. Но, вот когда натыкаешься на какие-то такие мерзотные места. Вот такой вот хрень происходит. Это такая обида. Слушай, честно. Ну ладно. Не в графоне и дело все-таки. Ну все равно немножко обидно. Потому что если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться? Но не дают. Сарей, подожди. Как? Как все прошло? К счастью, мы помешали распространению слухов. Хотя в итоге мне пришлось унижаться. Должно быть не слишком приятно. Не волнуйся, все в порядке. В конце концов, я действительно зашла слишком далеко. Сизоемейство Дифта. Одна, сохранившаяся, чуть не успела. Но моя мать была незнатного происхождения. Отец стал за ней ухаживать по собственной прихоти. Поэтому все оставили меня без внимания. И предположили, что в политике мне делать нечего. Госпожа. Вот почему. Я хотела поступать правильно. Я хотела, чтобы меня признали своей в памяти моих покойных родителей. Родителях. Неужели? Я в конечном итоге оказалась не права. Я пойду принесу чаю. Давай ставим ее одну. Хотя бы на чуть-чуть. Ладно. Не поговорим мы с ней все-таки. Вон она че, да? Ну, на самом деле, так ты ее уже особо принцессой не назовешь, если мать была незнатного происхождения. Ну, хотя, тут свои какие-то законы в этом королевстве. Здесь вообще очень странно все происходит, потому что элементарно то, что она вроде принцессы, но при этом как-то ее за такую даже и не считают. Такая бастардная немножко принцесса какая-то, ну, знаете, вот именно по отношению к ней, как люди себя ведут. Так, че дальше-то? Алло. Что-нибудь известно, кто убил этих... А, кстати, да, известно, что над этим работает вся команда. Надо только подождать. Сколько ждать-то можно уже? Карты. Ну, с картами все понятно, нельзя просто взять. Так. А куда идти дальше? Я уж, честно говоря, не помню. Где у нас еще какой-нибудь храм? Может, к Камелоту действительно идти? Может, теперь там открылось? Потому что нам нужен храм того самого ветра. По-хорошему. Ну, им что-то даже не пахнет. Он, скорее всего, за Камелотом. Где бы мы еще быть? Почему я бегу сюда? Вот объяснить мне кто-нибудь. Там же было сохранение вроде где-то. Ладно, не важно. Уж бежим. А ладно, давай, давай, чувак. Пробирайся. Сейчас телепортнемся тогда к Камелоту. Че еще делать? И оттуда уже. Мы винды найдем, я надеюсь. Только если, конечно, мост открыт. Но, мне кажется, уже пора. Потому что, ну, сколько можно-то уже. Камелот закрыт уже сто пятьсот тысяч лет. Ну, пора открывать и идти дальше. Я уже хочу на новой локации. Я уже и храм земли прошла. И все я сделала. Давайте мне. Тек. Хлебные поля. Ну, так, куда бы так... С хлебных полей, наверное, логичнее было бы. А, во, север-западная часть моста. Это то, да, о чем я думаю? Это тот мост? Мне что-то писали бы перед входом в локацию Камелота. Все. Сразу вообще. Никаких вопросов. Вообще, да, 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 это оно. Ну, откройся, откройся, будь открыт. Твою мать. Ну, не открыт. А куда идти-то тогда? Проблема? Может? Так, хорошо. А что делал-то тогда? Где следующий храм? А что у нас еще было? Может, ущелье открылось? Потому что... Ну, больше некуда идти. Охотничья тропа, там храм земли, испытания для Муроза, которую я уже прошла, да и все. Больше ничего нет, кстати. Какие мне там способности стоят? Однаждение интересных мест. Ну, ладно, пускай выйдет. А. Ну, не знаю, прям... Стоп, не туда бегу. Там мы уже были, там было испытание для Микли. О, сундук. Кстати, да, вы прям... Те люди, которые писали про золотой ключ, вы у меня прям глаза открыли, честно говоря. Почему-то мне не приходило в голову, что сундуки открываются из-за ключей. Потому что, честно говоря, когда они выпадали, я даже не замечала, что они мне выпадают. Что у меня там где-то какой-то ключ выпал. Я этого даже в упор не видела, вот честно. Потому что там что-то выпадает, выпадает. В луте или еще где-нибудь. Я как-то не обращала на это внимания, потому что я с вами обычно болтала. Вы-то как бы слушаете, смотрите, а я болтаю и смотрю куда угодно, так не на экран. Поэтому я и не видела в упор. Но теперь, да, теперь тайна открылась передо мной и, в общем-то, понятно. Найдем ключ, сможем открывать. Все нормально. Казалось бы, такая логичная вещь, но вот стоит пропустить появление, так сказать, предмета на экране и все. И потом будешь мучиться ходить. Ну да ладно. Давай, ущелье хотя бы ты откройся, потому что уже больше мне некуда идти. Я прям все в расстройствах. О, ура! Я могу ходить здесь! Боже мой, наконец-то! О, майн гадабл! Я могу ходить здесь! О, боже, наконец-то, серьезно. Все, путь открыт. Так, я у тебя тут заказывала кое-что. Я у тебя лекарственные мечи тут заказывала. Че они такие дорогие, скажи мне. Что еще у тебя тут? Нет. Деянец волшебный... Нет. Не, мне только лечебный мечик нужен. Подожди. Лекарственные, точнее. Атака феникс комбо дух. Шторм... Атака феникс, шторм блок плюс. Запомните. А, стой, подожди. Так. Шо выкупить-то? Так и феникс пропадет. А вот это, кстати. Ну-ка. Шторм? И шмок, да? Ну, это несерьезно. Шторм это хорошая штука. Феникс тоже неплохая. Вот беда в чем? Я бы как-то вот... Видите, если я совмещу, у меня пропадет. Я не буду этого делать, соответственно. Просто если я прокачаю, и шторм и шмок, шмок потом будет сложнее заменить. Ну а шо поделать? Только копить пока что. Что я тут еще могу? Ой, нет, да надо за кадром делать это слишком долго. Все будет так. Давайте посмотрим на вас, шо тут. Все, представляете, хоть... Мне так нравится эта стреляющая штука, так здорово. Да тебе вообще все нравится. Пошлем. Так, устала. Нормально отдыхаем. Ай, стоять. Что-то как-то, мне кажется, раньше динамичнее было. Может, я отвыкла настолько сильно от этой игры? Хотя казалось, что если бы я отвыкла, наоборот, должно было быть так, что для меня все слишком быстро. А на деле, как-то наоборот получается. Так, что-то... Ого, я вижу там... Я вижу там сокровище. Надо сохраниться, кстати. Столик этого не делала. Это что такое? Ворожина какая-то. А, это пиявочки. Уж не монолит ли это? О, спасибо, что сказал. Это такая зрячая слияние. Спасибо, мы знаем. Так, ну давайте посмотрим на эти пиявки с них вообще-то. Должно неплохого опыта подойти. Но они все равно же пьют кровь. Верно? Хорошо, вопрос. Да, люди, и они пьют. Особенно те, что спереди. Что? Так, пошла вон. Пошла вон. Давайте вы мне дадите... Ну вот зачем ты обращаешься в тотнешний раз? Монеточков, кстати, с них неплохо выпадает. Здесь прокачивается неплохо. И монеток, и опыта. И при этом бой такой легкий. Так, а вообще, что у вас там? Слабости витя. Что ты делаешь, Сарай? Нифига себе, там бедную одну бьют. Машин походили. Да если она ищет, то что ты делаешь? Берегни тут очень на меня, да? Они, кстати, живучие. Хочу заметить. Типа явно. Выражение лица у Розы, конечно, во время этого приема жутковатое. Как-то она не очень нарисована. Какое-то неправильное выражение лица. На мой взгляд. Все, так же все. Эм. Где-то... Так, че, подожди. А, вот это дебилов, вот же проход. Нет, стоп, не туда. Вот. Ну иди сюда. Ну, да господи-то боже мой. Ладно, давайте не экономить на этих самых. Просто их убивать, чтобы побыстрее все это было. Что ты там делаешь, господи? Да боже мой. Господи, Эдна, что это? Че тебе все бьют? Рыб такая сильная, грозная. Но когда дело заходит до пиявок... Я, кстати, тут пересматривала свои ранние какие-то серии. Ну, как пересматривала, просто поглядывала тогда. Че там вообще было, когда это было, что там говорили. Короче, у меня такое фейс-палм еще было, когда я там говорила, а че, я не могу ворачиваться, у меня персонаж не ворачивается, игра сломалась. Я такая смотрю на иконку замедления, которая, ну, как бы отвечает за то, чтобы персонаж не мог ворачиваться. Такая, ну-ну. Таких моментов, кстати, довольно много. Во всех играх. Ох, какие кобрящие. Кобра одна из самых опасных хьем из змеи. Они атакуют по прямой, чтобы уклониться, сделай шаг в сторону. Да, они так-то все атакуют по прямой. Правда, троги читерные, они почему-то, когда замахиваются, чтобы ударить вперед, они почему-то попадают в тебе, когда даже ты стоишь сзади и довольно далеко. Ну да ладно. Да передохните уже. Вообще, да, у них должен быть огонь. Я тут послушала, кстати, еще английскую озвучку персонажей данной игры. Блин, у меня просто уши завяли. Я не скажу, что она прям плохая, но, честно, после японской... Нет. Я бы на такое пойти не готов просто. Как люди играют? Честно говоря, не понимаю. Как вообще в GRPG, если есть английская озвучка, можно предпочесть... Английскую, японскую... Не знаю. Это ж... Это ж неправильно. Как так можно жить? Хватит. Тегонюйса. Чего не дохнется-то? Господи. Да, блин. Да что ж у вас... Что-то было, Роза. Роза, что ты тут делаешь? Но, надо же. Она разъединилась. Дошло. Ну, это мало, но за это денег дофига. Так, пошла вон змеюка подколодная. Ух! Отлично, иди сюда. Теперь уже можешь идти сюда. Так, меняем. 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 Я буду их так валить. Потому что они... Они еще очень долго умирают. Надо же подло их так долго бить. А тут уже, ладно, значительно и быстрее. И вообще... Там шо горят? Что эти, что те? Против этого, конечно, нужен воздух, но мне ломбаду меняют на... Господи. Что ты делаешь, Роза? Она пугает мне этим своим выражением лица, если честно. Так, зашибись. Так, зашибись. Где я? Так, 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 так. Подожди. Вот камешки. Мы сейчас поломаем их. У-у-у. Далеко идти так-то. Что-нибудь тут? Ух! Чапка. Меховой головной убор. Это название часто произносится неправильно. Шапка. А это совсем другая вещь. Чапка. Это, кстати, в этом самом... В стиле. Ну-ка, что за чапка? Так, где она? Где моя чапка? Где моя чапка? Кто ее может носить? Подожди. А, подожди. Что-то я туплю. Это не стиль. Это обычная хрень. Так. Когда не знаешь, где она лежит, всегда нужно... искать в предметах. Вот она, чапка. Ее можно... Ну да, логично. Шу-шляпу может у нас носить только один персонаж. Давно не играла, что называется. Где моя чапка? Ну... Нет. Не сегодня. Явно. Так, что тут на коллеконе? Шелли Вестернболт. Центр. Руины башни Гвиневер. Гвиневра? Гвиневер. Руины Гангден. Писайтесь, падающие ко мне и о оползнении ментин с причином травмы и гибели пограничной патрули империи Роланс. Подожди, что ж, что ж. Не показалось ли здесь было осмотреть? А, вот это осмотреть. Так, ну-ка. Каменный колонн. Каменный пьедестал. Интересно, а людей на нем в жертву приносили? Бестолковое занятие. С чего Серафим радоваться смерти человека? Я бы не рад была жизни жалкого человечка, если бы мне подали его на золотом блюде. Эти слабаки говорят о жертвах и спасении души, но все это нужно лишь для бегства. Смерть как бегство? Иногда, когда будущее неслить радости, смерть становится весьма привлекательной. Так нередко случалось в Вару Хаосу. Но иногда самопожертвование для спасения других людей это полная противоположность зла. Ха! Ты называешь жертвоприношения искренними и благородными? Но я не пытаюсь их оправдать. И все же... Мне не устраивает ни один из вариантов, если честно. Но в то же время нельзя сказать, что вы видите точки зрения неправильные. Думаю, в этом вся суть. Все не так просто. О, я обожаю эту игру за диалоги. Ладненько, давайте здесь остановимся. Далее пойдем, собственно, вот туда. Пользуй... О, боже мой. Я только сейчас это заметила. Какой кошмар. Я не хочу туда. Может, они пойдут? Это, наверное, храм ветра, да? Боже мой. Дай бог. Ну, потому что высоко там ветер. Наверняка что-нибудь такое. Короче, может быть, тут за кадром пользуюсь тем, что еще чуть-чуть серий у меня там в загашнике валяются. О, кстати, вход в руины. А тут побегаю. Зайду, кстати, может быть, в руины. Поищу там чего-нибудь. Как минимум парочка мест там с диалогами наверняка будет. Найду их, и потом уже следующую серию либо начнем с руин, либо посвятим им отдельную серию. Я пока туда не пойду. В общем, я подумаю над этим. Вот. А пока что мы закончим. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. И до встречи в следующей серии. Не забывайте оставлять комментарии и вступать в нашу группу ВКонтакте. С вами была Сэм. Всем удачи и пока-пока.